Сентябрь продолжает нас радовать теплой погодой, а у правой частей Таллина и сами столичные жители постоянно устраивают красочные фестивали, ярмарки и спортивные состязания. Несмотря на связанные с ковидом ограничения, в Таллине прошел традиционный марафон. По понятным причинам в соревновании участвовали в основном местные бегуны и разыгрывались медали чемпионата Эстонии. А в одной из частей города состоялось, можно сказать, историческое событие. Мустамяйской гимназии в торжественной обстановке открылся стадион. Я очень рад, что мы сумели этот стадион таким образом построить в этой школе, потому что у этой школы не было этого стадиона почти 20 лет. И почему мы так долго не могли эту проблему решить? Поскольку действительно этот участок принадлежал государству. Город, с своей стороны, несколько-несколько раз пытался этот участок в свою собственность достать. Наконец, все формальности были улажены, и теперь в Мустамяйской гуманитарной гимназии есть свой собственный стадион, где можно бегать, прыгать и играть в футбол. Как раз в день открытия состоялся необычный матч между командой городского правительства и выпускниками гимназии. Выпускники оказались в лучшей спортивной форме, чем чиновники, и молодежь выиграла со счетом 3-1. Погода пока благоприятствует велосипедистам, и многие из них отправились в путь. Они при этом получили прекрасный подарок. На тропах здоровья в Таллине были установлены уникальные для Эстонии, но привычные для многих стран Европы бесплатные пункты ремонта велосипедов, где есть все для небольшого ремонта или профилактики. Просто где-то на улице подкачать велосипедное колесо довольно трудно. Даже если вы приедете на автозаправку, то вам нужно иметь специальный ниппель для велосипедной шины. Такие станции намного облегчают жизнь велосипедиста, ведь у многих даже дома нет специальных инструментов. А они превращают поездку на велосипеде в сплошное удовольствие. Так что все больше людей хотят предпочесть велосипед другим видам транспорта. Кроме того, на станции находятся инструменты, с помощью которых можно отрегулировать высоту седла или подтянуть гайки. Три из пяти станций ремонта велосипедов находятся в районе Нымме. В этой части города велосипедно-пешеходные дорожки очень популярны. Хорошо провести досуг осенью можно и в Хаберсте. И в минувшие выходные там прошла шикарная осенняя ярмарка и традиционный концерт с участием известных музыкантов, в числе которых был и Танель Падер. А праздничный фейерверк завершил череду этих мероприятий, которые многие называли все-таки не встречей с осенью, а прощанием с летом. Ленатуровская, Роман Васильев, Дмитрий Павелайтис, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова